Здравствуйте, дорогие коллеги! Тема действительно очень важная для всех нас, потому что, ну, как говорил в свое время Карл Густав Юнг, истоки современной психотерапии лежат в древних практиках заботы о душе. И я много лет исследую эту большую тему. Я много лет спрашиваю себя, чем была психотерапия до психотерапии, то есть до пионерских исследований и практических работ Зигмунда Фрейда и его старшего наставника Йозефа Брейра, которые, как известно, заложили основу глубинной психологии и психоанализа. И затем, вот из этой мощной ветви, затем развелись все современные школы, взаимодействия, отрицая друг друга и, конечно, про отца Фрейда, конфликтуя, но развивая общее знание, современное знание, практик заботы о душе. И Юнг в своей известной статье, она опубликована на русском языке в книге «Проблемы души нашего времени», размышляя о происхождении психотерапии, справедливо отмечает, что современная психотерапия возникла в ответ на очень мощный запрос современной помощи людям, которые стали жить в городах, которые, пролетариат, оторвались от земли, которые образовали новые сообщества, и прежние практики заботы о душе связаны прежде всего в Европе, конечно, с христианством, они уже не работали так эффективно, как в прежние столетия и тысячелетия. И развитие этих практик в лоне мировых религий происходило гораздо медленнее, чем развитие общества, науки, социальных структур. И в этом быстром развитии, опережающем значительно развитие религиозных практик, социальных структур, техник, технологии, городской жизни, существовавшие прежние практики уже не справлялись. Собственно говоря, это и привело к развитию светских практик заботы о душе. Если мы посмотрим глубоко назад, то есть что было до этого, в каких больших формах человечество заботилось о душе, мы могли бы выделить, наверное, четыре таких класса древних практик заботы о душе. Ну, первый класс связан, конечно, с шаманизмом, шаманским периодом. Это примерно 40 тысяч лет человеческой истории. И то, что мы могли бы назвать шаманской психотерапией, оно входит и в теорию и практику многих современных школ психотерапии. Второй класс, мощный класс практик заботы о душе, конечно же, связан с язычеством. Это примерно 10 тысяч лет человеческой истории. И, естественно, мы могли бы говорить также о языческой психотерапии. Позади меня не видно мелкие детали. Это древо мировых религий. Я немножко отойду в сторону. Это там тысячи побегов. Из такого древнего шаманского ствола представлены линии развития духовных практик человечества, включая там, естественно, все многообразие языческих практик. Третий большой класс, конечно, связан с мировыми религиями. И, конечно же, это индуизм, христианство, ислам, даосизм. Вот четыре такие главные классы мировых религий. Сейчас индуизм, христианство, даосизм и индуизм. Совершенно верно. Ну и множество подклассов, конечно, мировых религий. Ну и, наконец, последние 130 лет – это уже, можно сказать, современные практики заботы души, которые мы называем психотерапией в основном. Хотя, конечно, существует многообразие школы. Некоторые школы направления современной психотерапии очень напоминают языческие практики, религиозные практики заботы души. И справедливо можно говорить о православной психотерапии, о католической психотерапии, о францисканской психотерапии, особая школа, например, в католичестве, о протестантской психотерапии, о буддийской психотерапии. У меня есть коллеги, которые так и называют свою работу «буддийская психотерапия». Ну и, конечно же, о большом многообразии школ духовно-ориентированной психотерапии, примыкающем, ну, либо к даосизму, например, процесс-ориентированной психотерапии, психология-психотерапии Арни Минделла, либо к буддизму. Это интегральный подход Кена Вилбера. Это в своем психотерапевтическом аспекте он очень близок к буддизму. И сам Кен Вилбер примерно 40 лет сперва занимался дзен-буддизмом, потом тибетским буддизмом последние 35 лет. Он очень хорошо в буддистской традиции. Интегральный подход – это выражено на современном гуманитарном языке, можно сказать, буддийский путь. И Станислав Гров, которого когда я лично спрашивал, «Стэн, что ближе тебе всего из мировых религий?» Он абсолютно уверенно говорил «индуизм». И его программная философская книга так и называется «Космическая игра». На санскрите это лилла, выражающая структуру мира по Грофу. И именно поэтому в мире Грофа столь большое значение имеют архетипы коллективного, бессознательного. И четыре базовые перинатальные матрицы – это вообще своего рода архетипический перинатальный ключ к развитию и к исцелению. И мы знаем из работ Грофа, что перепроживание, травмы рождения не только на буквальном физическом уровне, но и на архетипическом уровне является важнейшим условием исцеления самых глубоких травм и ран. То есть это конкретное объединение с архетипическими энергиями, которые символизируются четырьмя базовыми перинатальными матрицами, в результате чего мы получаем, ну, свое рода перинатальный архетипический эволюционный ключ. И сами можем уже более оперативно и уверенно развиваться и, конечно, решать проблемы жизни. И вот в четырех больших классах практик заботы душе – шаманских, языческих, религиозных и современных – существует, конечно, много видов. Ну, поскольку существует много видов шаманизма и в древности, в современном шаманизме много видов язычества. Мы говорим о славянском язычестве, кельтском язычестве, скандинавском язычестве. И существует, конечно же, несколько фундаментальных мировых религий со своими особенными путями и практиками заботы о душе. Тема нашей конференции – славянская духовность. И на этом я сейчас хочу немножко более детально остановиться. Ну, у меня есть личное конкретное знакомство с тем, что мы могли бы назвать славянской духовностью. В силу того, что в юности я много времени, летом будучи школьником, проводил в деревне у бабушки. Я хорошо знаю сельскую жизнь, сельские обряды, праздники. Сам много раз пас коров там, сажал в огород, собирал грибы и ягоды, участвовал в праздниках казанской божьей матери, на которые приезжала вся большая семья. У меня порядка 50 двоюродных братьев и сестер с материнской стороны. Так что я неплохо знаю на опыте народную жизнь. И в уже более зрелом возрасте жизнь сталкивала меня с выдающими мастерами фольклора. Ну, во-первых, потому что в трансперсональной психологии и психотерапии, ну, в частности, в традиции Грофа, я занимался, обучался у Станислава и Кристины Гроф мастерству холотропного дыхания с 90 по 93 год по программе трансперсональный тренинг Грофа, широко используется мировой фольклор, фольклорная музыка, имеющая, ну, наибольшую связь с мировым язычеством. Поэтому я, зная мелодии и звуки мировой души, я знаю, как поет анима Мунди. А во-вторых, потому что я неплохо знаю русскую народную культуру, народные песни, через народных певцов, через Шаляпина, через ансамбль Дмитрия Покровского. Я близко сотрудничал с солистами этого ансамбля и встречался с Дмитрием Покровским. И особенность творчества этого ансамбля стоит в том, что они ездили всегда в фольклорные экспедиции во все места Советского Союза и собирали аутентичные песни, обряды, ритуалы, древние языческие ритуалы и стили пения, и потом воспроизводили это на концертах. И вот задружившись с солистом этого ансамбля Дмитрием Фокином, который был одновременно, ну, наверное, крупнейшим архивариусом ансамбля, то есть он все записывал данные экспедиции, у него хранилась колоссальная коллекция живых ритуалов, исполненных в деревнях бабушками, дедушками. И у нас возникла идея начать практиковать некоторые древнеславянские ритуалы на наших конференциях, ритуалы умруна, ритуалы взаимодействия, хороводы славянские, похороны умруна, там, да, вот я говорил, древнеславянские такие вот ритуальные схватки. И я обнаружил очень быстро, что прохождение через эти ритуалы повышает уровень групповой работы, повышает результативность других практик, групповых процессов, групповой психотерапии и сессии холотропного дыхания. То есть это были включены в мои большие такие шестидневные семинары, эти практики. И вот тогда у меня стали возникать уже идеи, понимание того, что вот эти древние практики чрезвычайно востребованы и важны, и они работают одновременно и как практики, исцеляющие душу. И вот тогда я как раз стал осмыслять ту большую область древних практик заботы о душе, которую я первоначально назвал славянской психотерапией, поскольку с ней я был наиболее близко знаком. А затем уже и языческая психотерапия. И вот первая большая публикация много лет назад в трех выпусках журнала «Психотерапия» ОППЛ, который организовала Злата Борисовна Положия, и вот была опубликована в одном из выпусков моя большая статья «Изначальная психотерапия древней практики заботы о душе». И там я как раз и описал шаманскую психотерапию, языческую психотерапию, ну и остальные десять древних практик заботы о душе. Вот впервые выразив то и описав, чем была психотерапия до психотерапии. И постепенно, сам применяя эти знания, работая с людьми, я убедился, что древние практики заботы о душе работают великолепно с современными клиентами. Более того, используя их, мы можем даже обучать людей, наших клиентов, быть психотерапевтами для самих себя. Потому что древние практики заботы о душе, имеющие многотысячелетнюю историю, связанную с шаманизмом, связанную с мировым язычеством, передавались из поколения в поколение, использовались людьми по одной единственной причине – потому что они эффективны, потому что они работают. Мы знаем, что нередко в конкретивной борьбе между многочисленными школами в современной психотерапии, мы взаимно превозносим себя, опуская другие направления. И зачастую это связано также с нашей выгодой, от этого зависит наша известность, наша клиентура, наше преуспевание. И вот в этой жестокой конкуренции мы нередко забываем об общем фундаменте психотерапии. У нас примешиваются уже и другие мотивы, связанные, ну, как говорил Воланд, помните про москвичей в «Мастера и Маргарите» – хорошие люди, да? Но всех испортил квартирный вопрос. Так вот иногда и нас, современных психотерапевтов, тоже немножко портит квартирный вопрос. Но вот древние практики заботы о душе, они внутренне присущи всем школам. Они могут быть адаптированы, проявлены во всех школах. Они ни с кем не конкурируют, ни с одной из школ современной психотерапии. И ряд выдающихся психотерапевтов, такие как, например, Арни Меминделл, такие как Джеймс Буджентал, с которыми я лично знаком, Ролла Мэй, они мастерски используют древние практики заботы о душе. Они сами шаманят, они сами фольклорные, порой какие-то такие сцены исполняют. И вот я хотел бы внести еще одну тему – важность связи, нашей связи с древними практиками заботы о душе. На примере известного фильма, одного из, наверное, любимых моих фильмов вообще, это фильм Андрея Рублева Тарковского. И там есть три ключевых, вообще четыре ключевых части. То есть часть, которая связана с Комарохом, помните, которого играет Ролан Быков, это своего рода такой шаманизм в Древней Руси. Идет начало 15 века, там, 1400, по-моему, там, восьмой или шестой год в хронологии. И вот шаманизм жив. И Андрей, монах, инок встречается со Скомарохом, который в то же время шаман, он шаманит. Кстати, Ролан Быков сам написал и текст, и, в общем, поломал Тарковского для того, чтобы сыграть эту сцену так, как он видел и чувствовал. Вторая сцена в этом фильме – это языческий ритуал Ивана Купала. Когда Андрей попадает на языческий ритуал, колдуют, он встречается, впервые видит женщин и мужчин, любящих друг друга. Обнаженная женщина целует монаха и освобождает ее руки от веревок. И в сцене мы видим в этом эпизоде сотни, сотни голых молодых юношей и девушек. А фильм снимался в начале 60-х годов. Представляете, на что нужно было, в общем-то, какие препятствия нужно было преодолеть Андрею Тарковскому, чтобы это снять в Советском Союзе? Но он сделал это, потому что для него было очень важно показать контакт Андрея Рублева с славянским язычеством, с жизнью, глубинной жизнью народа. И вот тем местом, которое язычество занимало в российском христианстве в то время. Ну и, наконец, вот последняя сцена – колокол. Мы помним колокол, звук, и когда вот он начинает звучать, мы слышим, что в этом колоколе все звуки, все голоса – это действительно вселенский колокол. И это поражает, и это откликается в русской душе. И вот я считаю, что именно поэтому на иконах Андрея Рублева мы видим эту неземную красоту, потому что через глаза его Богородицы, через глаза его Спаса мы видим жизнь Руси. Мы видим всех духов шаманского периода, всех богов России. И мы видим Христа и святых. И мне кажется, это очень и очень важно, что в мировом язычестве и вот в славянской языческой терапии мы имеем дело прежде всего с высшими существами, с миром богов. И мы можем это лучше понять на таком контрасте славянской психотерапии, вернее, на контрасте шаманской психотерапии и языческой психотерапии. Шаманизм – это вселенная духов, это связь со всеми духовами мира. И выходя за пределы обычного восприятия, шаман вступает в контакт со всеми духами, заручается их помощью в земных делах. Язычество – это контакт с миром богов, с высшими существами. Язычество, как мы знаем, возникло одновременно и взаимосвязано с развитием посевного земледелия, с агрикультурой, которая способна была прокормить уже не 100-200 человек, как в шаманский период, а тысячи людей. И они могли уже не странствовать по своей кормовой базе, по делянке площадью, примерно, как считают современные исследователи, 100 квадратных километров, а жить оседло. И мы знаем, что именно в этот период произошел переход к патриархату. До этого была цивилизация великой богини-матери в шаманское время. И одновременно мы знаем, что в это время возникло как отражение наверху жизни в больших поселениях мир высших существ, мир богов. И причина физических и душевных заболеваний – это отсутствие или нарушение контакта с высшим миром, с миром богов. Мы можем это видеть, например, в древнегреческой языческой психотерапии, которая проводилась в Асклипионах. И вот древние, даже дошедшие до нашего времени Асклипионы – это порой вмещают десятки тысяч людей. Я сам, будучи в Греции, посещал на островах некоторые Асклипионы, поскольку меня очень интересовала эта тема, посидел вот на этих сидениях, где ночью древним греком являлся Асклипий бог из медицины и исцелял их через сновидения. Поэтому, если мы посмотрим на древние карты, ну, скажем, есть великолепные реконструкции карты высших существ, например, древнегреческого мира, сделанных потрясающим латвийским психотерапевтом Вестусом Рудзитисом. И у него есть большая книга «К отцу», и там приведены эти карты. Там сотни высших существ. Не просто Олимп, который нам знаком из мифы и легенды Древней Греции, Цикуна, а сотни, а может быть даже тысячи древних существ. Это титаны, хтонические существа, это герои, это полубоги, наяды, нимфы, то есть действительно и древний грек был на «ты» со всем этим миром. Точно так же, как древний славянин. Да, был на «ты» и все другие языческие культуры были на «ты» своими высшими существами и подражали им в своей жизни. Да, это, если древние шаманы имели в качестве образца и ресурса вселенную духов, то древние язычники – тысячи высших существ, которым они следовали в жизни, устанавливали связь в языческих храмах и решали все земные проблемы, включая проблемы души. И переход от мирового язычества к мировому шаманизму был постепенным и эволюционным. То есть все мировое язычество стало частью новой, более высокой духовной культуры. Извините, весь мировой шаманизм стал частью более высокой культуры, языческой культуры, неразрывной частью, но появились новые измерения. Но при переходе от мирового язычества к мировым религиям этот процесс был нарушен, потому что естественное эволюционное развитие всегда включает в себя все прошлое, которое становится частью нового, более высокого уровня. Но в силу того, что, например, в Европе переход к христианству был законодательный, то есть это император Константин, по-моему, в 353 году сделал христианство государственной религией Великой Римской империи. До этого христианство было всего лишь одной из сотен сект на территории Европы. Но оно стало мировой религией и, объединившись с государственной властью, стало жестоко бороться со всеми конкурентами. И это привело к формированию современной души, и в частности к формированию гигантской тени в мировых религиях, потому что и в шаманский, и в физический период мы были всеволновыми приемниками, которые принимали сигналы от всех духов, от всех высших существ. Но в христианский период нам было дозволено отождествляться только с Христом, Марией и несколькими десятками святых. С подвижников Христа апостолами. Это резко заузило возможный диапазон подражания ресурсов. А кроме того, вся предшествующая история была объявлена отпадением от истинного пути и даже демонизирована, и воспринимая, продолжая воспринимать сигналы от всех существ, но не имея возможности отождествляться с ними, мы стали проецировать их на других. Это не я переживаю. Если я чувствую что-то, что не укладывается в разрешенный диапазон, я начинаю проецировать это на других людей, на других странах, на другие религии. Вот так постепенно создалась гигантская европейская тень. И заузилась наша коренная идентификация, которая лежит в основе современных проблем и конфликтов. Так состоялось обрезание нас, отрыв нас от мощной истории, прежде всего, конечно, от архетипов коллективного, бессознательного, которые образовались, мы знаем, на протяжении многотысячелетней человеческой истории и стали фундаментом человеческой души, ключевыми ситуациями, которые повторялись в жизни и через которые мы стали смотреть на мир. Утрата контакта с ключевыми архетипами, которые в языческий период символизировались высшими существами, богами, стала чрезвычайно болезненной. Спасибо Карлу Густаву Юнгу за то, что он внес эту тему и проложил дорогу к восстановлению пути. Ну и все дальнейшие развития у Минделла, например, который первоначально был юнгианец и разработал новые возможности работы с архетипами. У Станислава Гроуфа, который тоже очень высоко ценит Юнга. Юнг один из основоположников дедушек, можно сказать, транспорционального подхода и обогатил своими знаниями, исследованиями и практиками. Поэтому то, что мы называем языческими практиками, это тема очень большая, у меня колоссальное количество материалов и видеоматериалов, но я вынужден сейчас заканчивать. Я очень коротко перейду к тому, что как называется язычество на латыни? Паганизм. И по-русски мы знаем поганки, поганцы. И, кстати, так называемые поганки активно использовались в древних языческих дохристианских практиках и также и в славянском язычестве в христианский период. И мы можем это видеть на иллюстрациях Билибина к русским народным сказкам, там Страфария Семиланциата, Шляпка Свободы, мощнейший психоделический гриб, произрастающий на всей территории России. И в советский период мне как-то один мой студент просто выложил вот пачку такой статей в журналах Академии наук, биологических и специальных микологических журналах, особенно прибалтийских, между прочим. И там почти сотня статей, в том числе о психоделических грибах. И мы знаем, какова роль мухоморов, например, в шаманизме. То есть я говорю сейчас о том, что очень многое в языческих практиках было связано с необычными состояниями сознания. Ну, взять хотя бы левсинские мистерии, которые продолжались полторы тысячи лет в Древней Греции, и через которые прошли все великие греки. Или взять, ну, хотя бы практики, ну, давайте я перейду уже заканчивая. Что такое языческая психотерапия в современной жизни? Вот как мы практикуем? Это прежде всего, конечно, языческий редессанс. То есть связь и возрождение народной культуры, фольклора и неоязычества. Это такая тенденция, традиция во всем мире. Это использование высших существ, богов психотерапии. Например, работы Джиншиноды Болин и Вестуса Рудзитиса. Рудзитис основан на древнегреческой мифологии. А Джиншинода Болин, боги в каждом мужчине и боги в каждой женщине, тоже на древнегреческой. Но есть и другие работы. Это, конечно, магические театры архетипов. Ну, в России это театр Вадима Демчога и Владислава Лебедько. А в мире широко известен Алехандр Ходоровский и его подход психомагия называемый. А также целительные фильмы архетипические Алехандра Ходоровского. Это, конечно, преодоление патриархальности и восстановление связи с великой богиней-матерью. Основа которой исследуем Марии Гимботус, цивилизации великой богини. Ну и в некоторых феминистических исследованиях, свободных от крайностей, конечно. Потому что во многих направлениях феминизма занимается крайняя позиция. Это, конечно, боги-артисты. То есть это вариант современных эллифсинских мистерий, когда мы идем на концерты и соединяемся. Или это что-то вроде асклепионов в амфитеатрах, слушая Димаша, слушая Бобби Макферрена. Я был на всех трех концертах его, которые были в Москве. Это великие мистерии. Действительно, вид славянской психотерапии. Старшее поколение помнит великих советских артистов. Муслим Магомаев, например, и целительную силу его песен. Ну и вообще все великие артисты, художники, музыканты. Отчасти это движение бардов. Я сам был в студенческой времена очень активный участник бардовского движения. И хорошо знаю целительную силу фольклора бардовской. Ну и вообще все другие практики, восстанавливающие нашу связь с архетипами коллективного бессознательного. И, ну, наверное, великая русская идея. Вот эта мощнейшая глубинная идея русской традиции и выражение сути российского культурно-цивилизационного проекта. Мы знаем, что основоположник русской идеи это Николай Федоров, который призывал и обосновал главную задачу человечества, как воскрешение всех душ. Русский космизм. И, конечно же, физически это невозможно. Еще Целковский ужаснулся, посчитав, что если мы воскресим все души, то Земля столько не прокормит. Кстати, благодаря этому он изобрел космические путешествия и ракету, чтобы как-то решить эту проблему, если всех воскресим. Но Федоров имел в виду, конечно, метафизическое воскрешение. То есть восстановление связи со всей человеческой историей. Со всем языческим прошлым. Со всем шаманским прошлым. Со всей эволюцией, которая была даже до Homo sapiens. Вот эта непрерывная эволюционная нить. Все ресурсы. И в этом, наверное, особенность российского культурно-цивилизационного проекта. Или вселенского проекта, который, мы знаем это по истории Российской империи, всегда гармонично взаимодействовал с мировыми религиями. Россия это такой алхимический котел на западе католическое и протестантское христианство, в Сибири язычество, на юге ислам, мусульманская культура, дальше на юге буддистская культура, родство большое с Индией. Потому что, собственно говоря, древние арии это древние славяны, которые 3000 лет до нашей эры оказались в Индии и породили современную духовную культуру и стали источником индуизма. Поэтому Россия это вот такой проект. И мы могли бы вот на контрасте с этим посмотреть, что такое западноевропейский культурно-цивилизационный проект, который по своей сути колониальный. Потому что там задача развития решается через использование ресурсов внешнего мира, то есть других народов, стран, культур и проектов. И выбрасывание использованного материала хаоса и беспорядка вовне. А вот российский культурно-цивилизационный проект это такой экологический, то есть мы процессируем, мы перерабатываем порожденный нашей жизни беспорядок в новые цивилизационные структуры. Мы не конфликтуем, а помогаем всем совместно развиваться. Это тоже имеет большое значение, когда мы заимствуем некритично западные взгляды, западные психотерапевтические школы, воззрения, идеи, без понимания того, каким глубинным культурно-цивилизационным проектом и коренным идентификациям они принадлежат. Заканчивая свое выступление, я хотел бы зачитать совет мексиканской целительности Марии Сабины. В основном это, конечно, могли бы назвать это шаманской психотерапией, но также это относится и к языческой психотерапии. Вот что она говорила своим клиентам. Исцеляйте себя солнечным светом и лунными лучами под звук реки и водопада, с морскими качелями и щебетанием птиц. Исцеляйте себя мятой и эвкалиптом, сладкой лавандой, розмарином и ромашкой. Объединяйтесь с деревом какао и обнимайте корицу. Положите любовь в чай вместо сахара и пейте, глядя на звезды. Исцеляйте себя поцелуями, которые дает вам ветер, и объятиями от дождя. Станьте крепко босыми ногами на земле и впитывайте все, что из нее исходит. Будьте умнее каждый день, прислушиваясь к своей интуиции, прямо глядя на мир. Прыгайте, танцуйте, пойте, чтобы счастливее жить. Исцеляйте себя красивой любовью и помните, что вы и есть лекарство. Спасибо, дорогие коллеги, за внимание. Продолжение следует...